В Карагаше собирают по 300 килограммов шампиньонов в день. Эти грибы везут в супермаркеты и в пиццерии. Шампиньоны несколько лет подряд получали приз в конкурсе «Приднестровское качество». В этом году тоже претендуют. Сейчас в этом царстве шампиньонов первая волна роста. И необходимая для роста грибов температура 17,5 градусов. Для второй и третьей волны температуру будут понижать. Это нужно, чтобы грибы были красивыми. При более высших температурах он быстро созревает и раскрывается. А нам нужно, чтобы он вырос красивый и крупненький. Чтобы вырастить хороший урожай грибов, каждые два месяца здесь меняют грунт. Это верхний слой земли, который питает и отдает все свои полезные вещества грибнице. Еще одно условие для плодовитых грибных грядок – прореживание. Собираем крупный, а потом прореживаем вот где именно пучочки. Самые такие, чтобы дать ему место, куда другим они должны расти, расширяться. И чтобы им было место, чтобы им не было тесно. Тут нет вечного спора грибников. Выкручивать или срезать. Шампиньоны прокручивают один раз и отрезают ножку. А потом сортируют. Маленькие грибы оставляют еще на пару дней дорасти. Эти же шампиньоны везут и в приднестровские пиццерии. Наших грибов более чем достаточно, чтобы радовать посетителей пиццами с грибами. После непосредственно сбора грибы попадают в холодильную камеру, где охлаждаются. И в течение, ну стараемся как можно быстрее это сделать, но в течение суток уже отправляются на полки супермаркетов, на рынки. Уже на протяжении нескольких лет эти шампиньоны участвуют в конкурсе «Приднестровское качество». В этом году не исключение. Надеются только на победу. Алина Ганган и Гремацота, ТСВ.